Спортивный праздник начинается с развлекательной программы, приветствия и небольшого инструктажа. Участвуют восемь команд, в каждой по восемь человек. Это учащиеся городских школ и участники спортивных клубов. В парке царит дух соперничества и борьбы, присущий любым состязаниям. «Любишь кататься – люби саночки возить» – эта пословица как никогда подходит к первому этапу соревнований. Здесь важна реакция и скорость. Кто быстрее, тот и переходит на следующий этап. Всего юным участникам нужно пройти восемь этапов соревнований. Ориентирование на местности, метание гранаты, лыжня и стрельба шишками из рогатки. Задания разные. Где-то важна смекалка, а где-то скорость и реакция. Но главное – работать в команде. Самым трудным в этих соревнованиях было кидать гранаты и попадать в кольцо. В начале соревнований мы распределились по этапам и нам это помогло. Мне все понравилось. Если в следующий раз позовут, мы обязательно придем и покажем, на что мы способны. Многие задания, например, гусеница или бег с клюшкой и мячом, скорее смешные, чем трудные. Но все же требуют изрядной ловкости. Мне понравилась гусеница. Мы там всей командой попадали. И было классно, особенно когда скользко. И на санках мы там все попадали, когда катались. Ты будешь еще участвовать? Ну, можно было. Только не под снег. Самый тяжелый этап был – это гусеницы, где все должны были залазить под такую штуку. И это было очень сложно. Здесь нашлось место и для творческого задания. Спой песню на военную тематику. Выбор ребят пал на популярную «Катюшу». Когда все этапы пройдены, а песни спеты, можно выдохнуть и поздравить сильную половину человечества с Днем Защитника Отечества. Дорогие мужчины, поздравляем вас с 23 февраля. Такие эстафеты приобщают юное поколение к физической культуре и формируют здоровый образ жизни. Ольга Мариничева, Владимир Безлепкин. Программа «День за днем». Лево, право.